Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Меня зовут Александр Сотник. И сегодня у меня на Сотник ТВ гость. Вы в курсе, что я в последнее время отказался от жанра интервью, но сегодня тот самый момент, это называется исключение из правил. Мой сегодняшний собеседник, человек, который сможет наконец-то пролить нам для нас с вами свет на происходящее между Россией и Казахстаном в последнее время. Мы можем об этом спорить, о чем-то догадываться, а уж этот человек, я так понимаю, знает наверняка. Он понимает все схемы, он понимает все механизмы, что происходит сейчас между Россией и Казахстаном. Мой сегодняшний собеседник, человек, которого называют лидером казахской оппозиции. Его зовут Мухтар Аблязов. Здравствуйте, Мухтар Кабулович. Здравствуйте. И у меня сразу к вам первый вопрос. Мы все были свидетелями того, что происходило в январе 2022 года в Казахстане. И, собственно, хотелось бы освежить в памяти и понять ваше мнение, что, собственно, тогда в Казахстане происходило. 2 января в одном из западных городов, небольших нефтяных регионов, протестующие вышли из требований понизить цены на жиженый газ. Именно в западной части Казахстана, именно в этом городе находится газоперерабатывающий Узенский завод. И, собственно, исторически это привело к тому, что местное население перевело на жиженый газ, атотранспорт, ну и так далее. Все необходимые потребности покрывались за счет жиженого газа. И когда им стало известно, что с Нового года цена на жиженый газ повышается, как они заявляют, в три раза, более чем в два раза точно, это вызвало протест, и именно 2 января, когда, казалось бы, традиционно на постсоветском пространстве люди после Нового года отдыхают, именно 2 января вышли протестующие с требованиями понизить цены, вернуть в исходное состояние. Ну и, соответственно, конечно же, мы, как движение демократического выбора Казахстана, призвали сторонников поддержать, и радикализировали, сразу выдвинули требования, что необходимо, чтобы весь режим ушел в отставку. Ну и, на самом деле, неожиданно для всех, в том числе для нас, мы понимали, что это целый процесс, мы знаем, как идет раскачка, нужны усилия серьезные, мы считали, что нужно время, чтобы все это раскачать. Получилось, что это как вот спичка, брошенная в степи, где уже сухая трава, это все мгновенно за два дня раскачалось по всей стране. Конечно же, мы анализировали и знаем, почему это происходило, но я вам просто сейчас буду говорить фактаж. Вот 4 января, мы можем зафиксировать, 4-5 января, это основные события происходили, и 6-го тоже, 70 населенных пунктов страны. В Алма-Ате только по официальным данным, вы знаете, официальные данные обычно всегда в авторитарных странах не говорят правду, занижают. Было заявлено, в тот вечер, якобы 4 января, полиция зафиксировала более 20 тысяч протестующих. На самом деле, я могу сказать, что если я скажу, что было 300 тысяч, я не ошибусь, потому что это были колонны. 300 тысяч, 300, да? Вот мы потом разговаривали с разными активистами, было множество колонн, они сдвигались с разных концов города, и это было, знаете, безбрежное море людей, где начало и конец невозможно было увидеть. Это просто масса гигантская шла с разных сторон. Вот представьте, население в городе чуть более 2 миллионов, ну по официальным данным, да? Но даже для Москвы, где живет около 12, по-моему, миллионов официально, да? А в реальности больше. Это рекорд был, по-моему, на Болотне в 2012 году, когда было 200 тысяч протестующих. Ну, представьте, в таком городе, это гигантские колонны, и в этих колоннах шли военнослужащие, представители ОМОНа. 4 января на сторону народа перешел ОМОН в Алма-Ате, а до этого, 3-го, 4-го в областных городах ОМОН просто открыто переходил на сторону народа. И, соответственно, двигались все по единой стандартной схеме. Занимали центральные площади. Мы, в свою очередь, написали алгоритм. Но это не так, чтобы в тот день был алгоритм написан. Это результат многолетнего труда, чтобы вы понимали, который вызывает раздражение у власти. В этой связи они нас называют экстремистами. Они запретили нашу политическую организацию, всегда выключают интернет. Обычно 3 года полностью, тотально в стране выключали интернет, когда я выходил в прямые эфиры. Так вот, схема была следующая. Приходить и заполнять протестующими местные органы власти, как у нас их называют, акиматы. Ну, в мэрии, если быть, для понимания, что такое. Вот, собственно, получилось, что власть это начала интерпретировать как захваты. Ну, и, соответственно, началось противостояние. Это было, вот, начиная с четвертого, интенсивно по всей стране. Но и на самом деле, вот был город такой, Ахтал, там живет население небольшое. По-моему, около 300 тысяч, если я не ошибусь. И вот там, представьте себе, что постоянно на площади находилось около 30 тысяч. Железная дисциплина. Военнослужащие были разоружены. То есть, есть видеокадры, когда молодежь гнала за военными. Вот, можете себе представить, не военные охотились за гражданскими лицами, а гражданские лица догнали. Они их догнали, заблокировали, вытащили их из машин, там, молодые пацаны. Они разоружили, полиция тоже была разоружена, никого не били. Просто, скажем, подавили возможное нападение со стороны силовых служб. И эти же военные стояли на площадях. Это была идеальная дисциплина. Питание бизнесмены сами наладили, пели песни, выступали и требовали отставки действующего режима. Не просто правительства или какого-то чиновника, не просто понизить цены. Все сразу развернулось именно так. То есть, это было требование отставки Назарбаевско-Такаевского клана. То есть, вообще отодвинуть этот клан, да. Понимаете, не просто клана, режима построения парламентской республики. Вы же понимаете, что, как вот нас в школе учили, что русский бунт страшный и беспощадный. Что это значит? Это когда люди просто выходят, у них нет, у них есть недовольство властью, они это недовольство вымещают, гравят, разбивают, а потом их отлавливают, линчуют и так далее. Здесь, когда общество выходит с требованиями не просто клана, чтобы они ушли в отставку, а именно говорят о парламентской республике, вы понимаете, что требования совершенно другого уровня. Сознание людей для того, чтобы такие требования формулировать, должно быть изменено. Это авторитарное, тоталитарное мышление. Люди, жившие только при Назарбаеве более 30 лет, при советском режиме. Вы представляете, что должно было произойти? Сознание тотально по всей стране, чтобы в 70 населённых пунктах вышли люди с единым требованием. Парламентская республика, долой режим Назарбаева. То есть это качественный скачок сознания привёл к тому, что все эти события произошли. Я хочу здесь, пользуясь случаем, изложить свою позицию. Эта позиция, вообще, собственно, сама модель, она будет распространяться и распространяется по всем диктаторским странам. Для того, чтобы такое произошло, чтобы не было беспощадного бунта, нужна смена сознания, изменение сознания, чтобы одновременно люди, как роботы, считайте, во всех регионах шли с такими требованиями, должны произойти качественные изменения сознания людей. Они должны понимать, что такое парламентская республика. И мы, как политическая организация, эту работу проводили в течение интенсивных пяти лет. Я даже предыдущие годы не говорю. Понимаете, это долгосрочная, системная, методичная работа. И когда те идеи, которые мы озвучиваем, они становятся частью сознания человека, он даже может не осознавать, почему он так мыслит. Но именно это наше движение формулировало тот конституальный подход, который был озвучен на митингах в январе этого года. А как вы полагаете, почему, ну просто уже затянулся немножечко ваш рассказ на эту тему, как вы полагаете, почему все-таки был подавлен этот протест? Потому что он был мирным, потому что люди были не готовы к вооруженному сопротивлению, к вооруженной схватке. Вы знаете, я убежден, что на самом деле вспышки вот такого рода протеста, они, безусловно, зачастую бывают успешными. Но в данном случае не хватило организованности. Что значит организованности? Ну, вспомним, 17-й год, когда произошла революция. Там был центр восстания. Было объявлено, вот, допустим, даже временное правительство. Была объявлена программа, куда будет двигаться. Затем в октябре, когда революция прошла, тоже какие-то лозунги, был центр восстания. Здесь ситуация была такова, что во всех городах было сопротивление, были лозунги, но центры восстания не были сформулированы в виде временного правительства, временно, скажем, местные органы самоуправления. А мы об этом, вот эта часть еще не доработана была. Она должна была быть организована за счет активистов, специально подготовленных. Вот эта работа, к сожалению, до сих пор не доделана. И такого рода сопротивление всегда гасится, потому что в какой-то момент, если она не приходит к логическому завершению, если власть каким-то образом нашла форму сопротивления, она нашла, то это все превращается в кроваво-побоище, что, собственно, и было. Ну вот, давайте теперь перейдем к недавним совершенно событиям. На форуме, так называемом, экономическом сходнике в Санкт-Петербурге, президент Казахстана, господин Такаев, допустил целый ряд смелых высказываний, заявлений. И тотчас прямо его возвели в ранг какого-то, не знаю, борца с путинизмом, что вот он Путину швырнул в лицо какие-то такие хлесткие фразы, чуть ли не оскорбительные, что чуть ли не бунт на корабле с опорой на Китай начался. Как вы считаете, что это было? Это действительно был бунт или какой-то договорняк, спектакль для доверчивой публики? Это именно договорняк. Все те, кто живет в России и понимает природу путинской власти, вообще авторитарной системы, прекрасно понимают, что тотальный контроль средств масс-информации, любой инакомыслий подавляется, альтернативное мнение даже, что это война, а не спецоперации, подвергается преследованию. И в этих условиях, когда на поверхности все эти действия, и вдруг Россия-24, такой канал пропагандистский, откровенный, приезжает в Казахстан, берет интервью, где Путин говорит, нам не Россия помогла, а организация УДКБ. Это что, НАТО, что ли? Что значит УДКБ? УДКБ это и есть Россия. Там роту прислала Беларусь в январских событиях, армяне прислали 7 солдат, в Кыргызы тоже столько же, приблизительно около 100. Армяне еще чуть-чуть прислали, по-моему. Они, по-моему, человек сказали. Вот представьте себе, что он заявляет о неком мифическом УДКБ, как межпланетной организации, где какие-то марсиане, оказывается, прилетели и поддержали. Там было не менее 100 транспортных самолетов, именно российских. Именно они привезли военную технику, войска. Не кто-то, Россия. И поэтому попытка сказать, что некое УДКБ, а не Россия, при этом потом это транслировалось по всем каналам России, вы же понимаете, что Путин никогда бы это не допустил в пропагандистском канале озвучивать какую-то ту версию, которая ему неудобна. То есть это раз. Во-вторых, ну представьте себе, что приглашают на форум, который вещает, показывает по всей России, как триумф, успех экономического развития и политического Путина. И тут появляется... Ну да, это же пропагандистское мероприятие, действительно. И тут появляется какой-то президент в лоб, говорит какие-то крепкие слова, при том, кто член евразийского сообщества, который накануне, буквально, когда было заседание УДКБ, заявлял так, там написано, ну, Нурсултан у нас столицы называются, Нурсултан поддерживает Москву. Вот представьте, что Путин запускает его на этот форум, чтобы услышать неприятные слова в лоб, которые бы ставили под сомнение его лидерство, его силы и так далее. Вы же понимаете, это невозможно. Ну и ещё, что называется, вишенка на торте, Маргарита Симонян. Её муж Киасаян был специально, скажем, выбран в роли критикующий Казахстан и говорил, вы что там 9 мая не отмечаете, казахи? Вы что, вы забыли, кто вас в январе спас? И тут эта Маргарита Симонян превращает в такую ласковую кошечку, когда Тукаев говорит, ну, вы там неправильно. Я понимаю, вы кому адресуете, моему близкому человеку. Знаете, такая кошечка мяукающая. То есть всё это было разыграно, как по нотам, что называется, и все эти фразы о том, что не поддержит ДНР, ЛНР. Ну, знаете, Тукаев, у которого в Казахстане, извините, прозвище мебель, что называется, куда поставить и стоит, который, когда аннексия Крыма произошла и позже прилетала дочь Немцова, брала у него интервью совсем недавно, он сказал, что, знаете, я не могу назвать Крым, что это произошла аннексия. Это слишком сильное слово. Я считаю, что произошло, то произошло. И Янина Соколова, известная журналистка в Украине, она по этому поводу изгалялась. Говорила, ну, конечно, там, то, что голод был, миллионы казаков погибли, это то, что произошло, то произошло при Сталине, да, и так далее. Понимаете, поэтому его все эти слова – это специально подготовленные акции для того, чтобы убедить, что вот Путин, видите, украинцы, они такие плохие, бандеровцы, фашисты, поэтому Путин, беспокоясь о судьбе великой России, 8 лет терпел, пока украинцы бомбили Добас, как они такую фишку в первые дни бросали, терпел-терпел, а он очень терпеливый. А тут, когда уже совсем угроза стала, ну, скажем так, опасной, он был вынужден вести так называемую спецоперацию. А вот смотрите, вот казак-президент имеет собственное мнение, даже ДНР, ЛНР не признает. Вот видите, Путин его не трогает. Почему не трогает? Ну, потому что он НАТО не зовет. Ну, у них же нарратив всегда одинаковый у пропагандистов. Тогда, в 2014 году, в связи с отжимом Крыма, если бы мы не взяли Крым, не вернули Крым, туда бы вошли солдаты НАТО. Если бы мы не вошли сейчас в Украину, там, в Донбасс и так далее, на Донбасс и в Украину, они бы напали на Россию. У них же ничего не меняется. Да, ракеты поставили бы. Ну, извините, вот все балтийские страны, они все члены НАТО, и по близости, скажем, к Питеру или к другим российским территориям они еще ближе, чем Украина. Поэтому это очень смешной аргумент. И, конечно, удивительно то, что, ладно, россияне, в целом, их можно понять, они живут в информационном пузыре, вся эта пропаганда, что называется, давит на них, и не очень большой процент людей могут, на самом деле, скажем, сделать свои выводы. У меня поражает... А вот скажите, а зачем они разыгрывают этот договорняк, вот этот спектакль? Для того, чтобы Казахстан увезти от санкций западных, потому что он помогает России обходить? Да, именно так. Смотрите, между прочим, то, что я говорю, это все публично известно, причем широко известно. Казахский банк купил Альфа-банк, который попал под санкции. Альфа-банк куплен Казахским банком, и он сейчас переименован в ЭК-банк. Это дочка, казахская дочка Альфа-банка. Это казахская дочка Альфа-банка, сто процентов владеет Альфа-банк, и его один из казахских банков выкупил. Это, ну, у нас все банки, или на Зарбаевске прямо, или он с ними вдоль. То есть, вы понимаете, политическая линия была. Второе. Затем приступили к сделке, покупке дочернего Сбербанка. Он где-то, наверное, в первой пятерке среди крупнейших банков Казахстана. Вот Сбербанк объявил по итогам 2021 года сумму к выплате основному своему акционеру, Сбербанку России. Приблизительно где-то около 300 миллионов долларов по итогам года. И вот этот банк, это после санкций, между прочим, этот банк выкупает сейчас государственные национальные компании, они публично объявили, что они его выкупают, но при этом нахваливают, что банка с ликвидностью все в порядке и так далее. То есть, идет прямая помощь, потому что эти деньги попадут в российский Сбербанк, ну и налоги, все прочее. Это основной финансовый институт Путина. То есть, Казахстан прямо помогает. Потом общеизвестно, что когда был озвучен запрет на транзит автомашин-траков по территории Евросоюза с белорусскими и с российскими номерами, эти номера стали выдавать в Казахстане. Известные все эти финансовые услуги, услуги Visa, MasterCard, которые закрыли на территории России, возможно использоваться такого рода карточками, сейчас все это можно в режиме онлайн, фактически до последнего момента, можно было получить в режиме онлайн на казахского резидента, открыть или просто зарегистрироваться как резидент Казахстана, получить доступ к этим услугам. Я уж не говорю о сером импорте, у нас же, когда товар Казахстан поступает, там должно быть описание товара на казахском языке в том числе. Срочное заседание правительства это отменили. И для чего? Для того, чтобы импорт шел, по сути дела растамаживался в Казахстане, и затем заезжал в Россию, и не было видно, что товар транзитом прошел, что это казахского происхождения, по сути дела, импорт был предназначен для Казахстана. И вот таких действий сделано так много, что, собственно, сама реальность говорит, что Казахстан — это задняя дверь для России. Но давайте сравним экономики. Беларусь под санкциями. Следующая крупная экономика, но она в два раза больше, чем белорусская, — это Казахстан. Армения — это доли процентов, Кыргызстан — доли процентов в Евразийском Союзе. Поэтому два ближайших союзника, из них самый крупный — Казахстан, который в состоянии покрыть часть импорта. Не говоря там, что Китай граничит с Казахстаном и тоже транспортные, железнодорожные, другие коридоры. В этом смысле Казахстан — это глубокий тыл, способ обойти санкции, оказывать финансовые услуги. Даже сейчас российские агенты, которые раньше оказывали услуги в руках, они в деньги оказывают, потому что деньги легко конвертировать в необходимую валюту. Понимаете? То есть это четкая роль. Если Лукашенко прямой вассал, безусловный, то у Токаев такой же, просто у него другая роль. Вот и все. Поэтому они своего своего игрока впихивают всем. И вот печально, что люди ловятся на такую простую вещь. Ну так это ж все пропагандистские сирены завыли, включая так называемые оппозиционненькие СМИ. Какой такая в герое, какой он молодец. Вы знаете, Мухтар Кабулыч, поскольку вот в свете того, что вы сказали, что Казахстан превращается в такую прачечную, теневую прачечную для Путина, для России, скажите, а может ли Россия в итоге попытаться также незаметненько по своим схемам всосать Казахстан в сферу своего влияния, как по факту это произошло с Белоруссией. То есть мы уже фактически ведь не отличаем Белоруссию, Россию, практически уже одна пещерная территория. Может ли такое случиться с Казахстаном? Смотрите, по факту это уже есть. И ситуация здесь отличается от Белоруссии. Я сейчас поясню, чем. Ну, во-первых, до последних событий 20-го года, пока Лукашенко уже, что называется, чуть не потерял власть, он, собственно, имел свою вочину. То есть Беларусь была суверенна, но не как суверенна, как суверенное государство белорусов. Это суверенная территория Лукашенко была, это его личная собственность была. В этом смысле был суверенитет, и все его маневры, то он поругается с Путиным, то снова задружится. Поцелуется с Путиным. Да, то есть это показывало, что вот он хозяин этой страны, и после 20-го года он перестал быть хозяином, он прямой вассал. В случае с Казахстаном, просто Казахстан самодостаточный, в отличие от Белоруссии, где вся экономика фактически основном, хотя люди хвалят, он колхоз захоронил и так далее, ни у кого не должно быть иллюзий. Это фактически по своим экономическим показателям, возможностям, это следующая губерния России, интегрированная в экономику России. Казахстан в этом смысле отличается. Это автономная действительно страна, обладающая валютными резервами на душу населения в виде национального фонда, национального банка, больше на душу населения, чем в России. Вот россияне об этом, может быть, не задумываются, не считают. Вот если вы все резервы национального банка России разделите на количество жителей россиян и такое же сделаете с Казахстаном, вы увидите, что Казахстан имеет больше доходов, чем россияне. Если вы посчитаете, сколько нефти экспортирует Казахстан на душу населения, вы с удивлением обнаружите, что Казахстан добывает больше, чем в России, и при том значительно больше нефти на душу населения, чем в России. Если вы посмотрите, сколько газа экспортируют и производят Казахстан и Россия, то увидите, что газы Казахстан производят не меньше, чем в России. Просто в абсолютной сумме на экспорт, все прочее, в России уходит больше, но надо все считать через доходы на душу населения. В этом смысле Казахстан точно независимый, если сравнивать с Беларусью. Экономически более состоятельный. Да, экономически более состоятельный, потенциал у нее во много раз больше, чем у Беларусь. Это свободная по доходам страна. И вот теперь представьте себе, что на самом деле происходит. После того, как Назарбаев, ну, как бы, это другой вопрос. Он ушел, не ушел, но он не ушел полностью. Я сейчас говорю о режиме Назарбаева. Уже не режиме Назарбаева, как до последнего момента приставочкой было. Это режим Назарбаева. Так вот, режим Назарбаева, он тоже был автономный. Это было суверенное государство, лично у султана Назарбаева. После января, для того, чтобы сохраниться ему, он начал сдавать по кусочкам свою территорию. В частности, он объявил, что он простой пенсионер. Это он на 17 дней, на 17 день после всех этих событий январских, друг появился и сказал, на что вы меня обижаете? Я же просто пенсионер. Я все отдал. Я вообще ничего не решаю. Начали потом они сдавать по кусочку. Правительство ушло в отставку. Газ понизили. Региональных руководителей убрали. Не помогает. Ну и вот, собственно, потом отдали ровно столько, сколько народ проглотил. Ну, реально протест подавили. И после этого теперь ситуация такова, что так называемый суверенитет Казахстана уже в руках у Путина. Уже. Понимаете? То есть он более в хитрой форме. Теперь Тукаев просто, если он все полномочия перехватил у Назарбаева, а он действительно перехватил, то эти полномочия, сейчас через эти полномочия Путин управляет страной, рулит. Все принципиальные вопросы все решает Путин. Не такая. И в этом смысле у нас нет суверенитета. А как же Китай? Как Китай на это смотрит? Китайские братья. Кстати говоря, вот российские аналитики или блогеры, вот как Мелов и другие, они, я понимаю, на самом деле их желание уязвить Путина, сказать, что Путин слабак. Это, ну, у нас же, знаете, все авторитарные системы живут по принципу диких вождей. Дикий вождь должен быть мечом махать, вот как вот Медведев, в смысле, Путин по дискафе вниз спускается, его рисует образ там, а, летает он на этими саистами и все прочее. Он крутой. Вот у дикарей так, он должен за ночь покрыть 12 женщин, ездить на лошади и быть крутым. Вот все авторитарные режимы такие дикие. И вот когда Акела промахнулся, когда вождь слабак, когда люди начинают говорить, а вождь наш слабак, и он, надо искать другого вождя. Но вот Китай-то, Китай-то все-таки, получается, никоим образом не реагирует пока что на это? Или реагирует? Нет. Вот смотрите, у Китая, на самом деле, у него по-другому все построено. Китай, он двигается через экономику. На самом деле, Казахстан это чуждый, это страна, это где исторически не его интересы. Они еще не его интересы, связанные с, собственно, восприятием населения. У нас казахи воспринимают Китай как угрозу. Исторически, именно со стороны Китая, джунгары шли, и Китай, наши казахи, воспринимают как угрозу. А с Россией мы были фактически в одном государстве, в этом смысле никакой угрозы нет. И у Китая не получится, нет никакой угрозы. И я развиваю мысль. Вот разные блогеры, они пытаются унизить Путина, сказать, что он не лидер, не вождь, который покрывает за ночь 12 женщин, он слабак. И использует, я считаю, неточные аргументы, что якобы вот Китай круче. Китай, он ему сказал, и он быстро свои войска увел. В январе. Вот такая фишка была у Милова. Ему позвонил Сипинь, и он убежал. На самом деле же мы потом по дальнейшим событиям понимаем, что просто Путин готовился к войне с Украиной. И ему, скажем, не нужно было лишнее внимания на Казахстане, чтобы потом не обвиняли, что тотальная агрессия везде идет. Я вообще не верю, честно говоря, в эти такие ясельные упрощения. Товарищ Сип позвонил, Пу отполз. Все. Это прямо настолько примитивно для каких-то глупеньких кумушек у подъездов объяснение. Это работает сейчас между Такаевым и Путиным. Но это не так, что Путин сказал завтра утром, чтобы был у меня в кабинете. Он с ним в известной тональности говорит, уже произнося, возможно, правильное имя, отчество. Говорит, вот было бы неплохо встретиться, как вы думаете, давайте отработаем курс. Это приблизительно в таком формате идет. А что это за фишка такая у Путина? Жамсимыч Майданович и так далее. Что это такое? Почему он его не выговаривает правильно? На самом деле, он, конечно, при желании самые сложные имена может запомнить. Конечно. Он не тупой, явно. Да, конечно. Дело в том, на самом деле, три года, пока Такаев был у власти, он был тенью Назарбаева. Ну, просто приходил какой-то человек. Мальчик, посиди в уголочке, мы пока дядя не поговорим. Поэтому он его имя не запоминал. Прикинься тумбочкой, да. Да, он его его имя не запоминал и сейчас не может запомнить, но он скоро его запомнит, потому что он уже выполняет важную функцию, он его запомнит. Вот. И я считаю, что, ты тоже считай, я просто как бывший министр знаю, как мы выстраивали отношения с Китаем, как с Россией. Россия, это вот, мы вчера одно государство были, это поднял телефон, типа, Боря, ну ты что делаешь? Ну, квоты на нефть. Это мы так работаем, чтобы вы понимали. А в Китае это целая процедура, там дипломатия, процедура, работа, согласование, письма и все прочее. Это так не работает. Сипи взял, позвонил и все побежали. Да, референты, 40 тысяч одних референтов, совсем другая система. У меня такой еще вопрос очень важный, как вы полагаете, существует ли опасность втягивания Казахстана на стороне России в войну против Украины? Знаете, вот в марте я сам выступал, как раз об этой угрозе говорил. И на самом деле были все признаки, что, собственно, Казахстан подключится и туда втянут, ну так, для того, чтобы они просто название было Армения и Кыргызстан. Ну, хоть по 100 человек, но это все равно страна как бы участвует. Была такая ситуация у нас в Казахстане именно в период, когда развернулась война России с Украиной, начались интенсивные учения в разных регионах страны, транспорт, военные техники, никогда такого не было. И, соответственно, мы первые начали требовать отчета, и на самом деле все это, в конце концов, было законсервировано, потому что, понятно, была реакция западного сообщества на уровне посольств, госсекретарь и все прочее шли активные дипломатические обмены. То есть, было сразу стало понятно, что реакция будет очень жесткая, но Путину-то все равно. Ну, в этой связи просто у него терялся не то чтобы контроль, а возможность иметь запасной тыл и уходить от санкций. То есть, в какой-то момент они просто поняли, что это более выгодно, чем притащить пять тысяч солдат, не обученных из Казахстана и превратить их просто в очередное мясо. У Путина ресурсов, именно человеческих, достаточно. Ну, и военных, я так скажу, достаточно. И если будут они вовлечены, то вовлечены будут позже, когда ему нужно будет, знаете, некое, не показывать, что есть изоляция. Сейчас же, ну, пытаются, в том числе, украинские СМИ сказать, что вот Путин в изоляции, что ему никто не помогает, что все, последние союзники, и вот даже крутой, то Каев, лицо ему плюнул на его любимом форуме. Вот что они хотят сделать. К сожалению, украинские СМИ тоже становятся такими же пропагандистскими, именно в этом вопросе, как российские СМИ. Они становятся жертвами розыгрыша. Я вот только сейчас, вот буквально, недавно выступал на украинском канале, «Утро Фюре», по-моему, называется. Знаете, они так болезненно реагировали, когда я им сказал, что цель, в чем суть вот этой операции, розыгрыша или договорняка, как вы говорите, и сказал, что если идти на поводу всех этих розыгрышей, это фактически быть проводниками, участниками тех операций, которые разыгрывают ФСБ. Они, значит, обиделись, требовали от меня извинения и тому подобное, вместо того, чтобы... Это кто? Это канал «Утро Февраля»? Это они обиделись? Это канал Ильи Пономарева, если что, такого российского... Да, конечно. Понимаете, это в прямом эфире происходило, здесь его вырезать невозможно. Они оскорблялись, требовали извинений, говорили, как вы считаете, мы помогаем ФСБ? Я говорю, вы выслушаете, что я сказал? Если вы транслируете эту линию, вы фактически становитесь проводниками. Они начали говорить... «Полезные идиоты». Да. Они что еще говорят? Типа, мы ищем союзникам, Казахстан пассивный союзник. Зачем нам их критиковать? На что я им сказал? Послушайте, вот Зеленский критикует Шольца, Германию. Что такое Германия? Германия это минимум миллион беженцев с Украины. Это миллиарды евро, чтобы их содержать, помогать. Раз. Германия это ключевой, скажем, участник Европейского союза, вместе с Францией, которые приняли и убедили остальных ключевые решения о финансовой помощи, о военной помощи, о введении санкций и так далее. И что, например, говорит Зеленский, вполне справедливо, между прочим. Он говорит в адрес союзника, который реально оказывает многомиллиардную помощь, говорит следующее, Шольц, вам надо определиться, вы на стороне России или все-таки на стороне Украины. Да, звучит рисковато, но очень справедливо. Ну это внятный вопрос, внятный совершенно. Да, это внятный вопрос. Теперь смотрите, он такой вопрос задает реальному союзнику. А теперь что Казахстан? Казахстан, помощник Путина, украинскую беженку или гражданку, или она каким-то образом попала в Казахстан, которая решила присоединиться к митингу, сделала репост, где был призыв участвовать в митинги в поддержку Украины, ее арестовывает, сажает на 10 суток, угрожает депортировать, она приносит извинения, ее отпускает. Понимаете, не депортирует. Казахстан, активисты пытаются провести митинги по всей стране в поддержку Украины, их всех арестовывают, репрессируют, штрафуют и так далее. проводят один митинг в Алма-Аты 6 марта, ну такой постановочный, нагоняют студентов, они машут плакатами, кричат, что поддерживают, вполне искренне они поддерживают Украину, но это митинг организован единожды самой властью для того, чтобы сымитировать, что якобы они помогают. И вот представьте, такой союзник, пассивный, как говорит журналистка, это же не Германия, и они говорят, мы типа ищем союзников, я говорю, какие союзники, вы сами себя обманываете, обманываете, вы смотрите, вы просите оружие, чтобы было меньше жертв, чтобы вы быстрее победили. С другой стороны, страна помогает России, а Россия успешно, пока во всяком случае, обходит санкции, а это значит деньги, а это значит оружие, и вместо того, чтобы проявлять этих союзников, вы фактически возвеличиваете, говорите, он плюнул в лицо Путину, это же неправда. Таким образом, вы ему сохраняете тыл, который позволяет обходить санкции, получать деньги, и завтра на эти деньги выстраивать армию и убивать украинцев. Понимаете? Они на меня обижаются, что видите ли, я им сказал, что вы фактически таким образом, поддерживая линии пропаганды ФСБ, вы помогаете, помогаете им, а не себе. Да, это посредственная помощь, это ведь логично, это же... Конечно. Это просто... Германию можно критиковать, Казахстан вы возвеличиваете. Почему? Друзья, вы должны, не должны обманываться, самообманываться нельзя, это вам же вредит, вам. Они, к сожалению, журналисты на меня обиделись, и в эфире требовали от меня извинений, говорили, что мы вас сейчас отключим и так далее. Ну да, я, в принципе, может быть, слишком в их понимании разрушил вот эту пропагандистскую идею, а они действуют, к сожалению, как пропагандисты, они не говорят правду. Смотрите, что получается. Все эти каналы рассказывают, я их понимаю, почему они рассказывают, что Россия скоро проиграет. Но смотрите, что происходит. Восточная часть практически вся захвачена российскими войсками. В целом, если отключиться от стратегии, они в тактической ситуации как бы получили преимущество, и жертвы колоссально идут у украинцев. И в этих условиях нужно говорить, находить правильную линию. А здесь пропагандистская машина говорит о другом, что скоро мы победим и так далее, что у них плохо, денег нет. Но это же не так. Сейчас за мае месяц официальная отчетность Российской Федерации, что они почти восстановили объем добычи нефти. И сейчас больше всех продают в Китай. Отнеслили Саудовскую Аравию. Они вторые уже по продаже нефти в Индии. Цена на нефть сейчас около 120 долларов за баррель. 127 доллар за баррель. 121. Я специально смотрю. Даже с их дисконтом 20-25 процентов они сейчас получают доходов от нефти больше, чем в прошлом году. Это раз. Бюджет исполняется в полной мере. По итогам 2021 года Газпром получил выручку 57 миллиардов долларов. Прогноз на этот год с учетом того, что цены на газ резко выросли, свыше 100 миллиардов долларов. Они не должны себя обманывать. Санкции еще не сработали. И чем раньше Украина это осознает и будет выявлять все эти моменты и показывать, кто помогает обходить санкции, в том числе и Казахстан, тем быстрее можно отработать механизмы давления и решить ту самую проблему, чтобы Россия не могла непрерывно их атаковать. Вот цель моя была им это рассказать профессионально. А представьте, что журналисты говорит, что Казахстан встречался с американцами, говорит об альтернативных поставках нефти. Я говорю, друзья, я сам как бывший министр энергетики скажу так, 85% маршрутов транспортировки нефти и других товаров априори проходило и проходит через Россию. В короткие сроки альтернативные маршруты невозможно построить. Их можно нефть развернуть только через Каспийское море, Азербайджан и Грузию, но этот трубопровод нужно устроить минимум 3-5 лет. Понимаете? И вот они по сути дела, когда говорят, что в России там мост не построили, здесь у них денег не хватает, они сами себя обманывают и вредят сами себе. Они не должны это делать. Понимаете? Ну вот, да, к большому сожалению, психология человека такова, что хочется сладенького, хочется приятное услышать халва, 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 а то, что у тебя одну пятую часть территории уже отчекрыжил агрессор, вроде как на это особо внимания не хочется обращать, потому что неприятно. Ну, тем не менее, да. Я думаю, они обращают на это внимание, просто я имею в виду, что не надо быть пропагандистами. Авторитарная система, как и у Путина, понятно, они подавляют любое альтернативное мнение, они автоматически становятся пропагандистами. Украина, которая стремится стать членом Евросоюза и, надеюсь, получит кандидатство в Евросоюз, они должны развивать альтернативную позицию, не становиться пропагандистами и просто не врать. Это им будет лучше. Понимаете? Я уже не говорю о том, что менять ментальность и избавляться от криминального типа сознания, от криминального типа мышления, потому что это очень важный момент. И последний вопрос у меня к вам. Как к опытному политику, у которого все-таки есть какая-то чуйка, я понимаю, прогнозы дело неблагодарное, но тем не менее, на ваш взгляд, каким вы видите исход войны России с Украиной? Втянет ли Кремль в войну блок НАТО, чем он сейчас активно занимается? И чем все это дело закончится? Вы знаете, если говорить о соотношении сил, это возьмем Вторую мировую войну, во Второй мировой войне доля мировой экономики Америки была более 50%, сейчас порядка 25%. И когда Америка Англия и Советский Союз вместе сложились, там уже в принципе было понятно и соотношение размера экономики, что Германия проиграет, если по-крупному говорить. Другой вопрос, что техническое исполнение, зависит от технического исполнения, в этом смысле Советский Союз положил там, как сейчас российские архивы заявляют, 42 миллиона, но тем не менее за 4 года с этой задачей справился. Теперь, если говорить текущую ситуацию, ну, сейчас смотрите, доля Америки порядка 25% в мировой экономике, но и Европы она там колеблется, ну, минимум 15%, 40%, но здесь мы говорим о той части Европы, которая члена Евросоюза, а еще Канада, Австралия, Япония, все, когда начинаешь складывать, получается минимум 60% мировой экономики против 2% доли России, ну, просто вот по такому, если смотреть, то очевидно, что эти страны неизбежно задавят. Здесь возникает тоже вопрос технический, если упрощенно говорить, как успешно будет эту так называемую техническую задачу исполнять Украина. Ну, она, скажем, наверное, будет лучше исполнять, чем тот самый Советский Союз, который бил Германию, я надеюсь на это. Поэтому исход неизбежный. Я убежден, вопрос только в сроках. И от таланта нынешнего руководства Украины многое зависит, как быстро это произойдет. Мое чисто понимание следующее, что многое зависит от поставок и решительности западных сообществ, от поставок оружия. Если они то, что заявили, реализуют до осени, то плюс 6 месяцев, я считаю, что они их выбьют. Во всяком случае не с Крыма, но со всей остальной территории точно выбьют. И уже будет следующий этап стоять, отбивать Крым или нет. Вот здесь, конечно, наступает момент так называемой концепции военной доктрины России, которая говорит, что в этом случае они могут применять ядерное оружие. Но если смотреть и соотношение сил, то, конечно же, страна проиграет безусловно. То есть техническое оснащение, ее возможность, то есть даже не десятки раз, а там просто несопоставимые по возможностям объединенных сил западных против России. А вот Путин сегодня заявил, Владимир Путин сегодня заявил о том, что до конца года уже на вооружение будет поставлен на боевое дежурство это страшная ракета Сармат. Вот это ракета, которая прямо пугает, пугает маленьких детей перед сном, что сейчас прилетит Сармат и все испепелит. Как вы полагаете, это... российского пользователя, но российский пользователь должен просто оглянуться по сторонам и посмотреть, где их там автомашины. Вот сейчас западники все ушли, осталось Тольятинский, который тоже остановился, ну и производит, как их народ называет, тазики. Поэтому сравнивать западное оружие с российским, как бы не были пропагандисты на сознании людей работали, это сложно поверить, чтобы люди такие простые вещи не могли сравнить. Поэтому я буду думать, я считаю, что будет проигранно. Вы знаете, мне вот звонят из России, из Москвы звонят и говорят, настроение, общее настроение вот этой массы, массы россиян, голубинариев, как я их называю, такое, что Вова, мочи, пусть они там обделаются в штаны, эти американцы, эти европейцы, нежные, слишком нежные стали, мочить давно пора, вот такие настроения. Ну, это, знаете, это же линия, которая еще выстраивалась очень давно, что мы самые крутые, это еще в Советском Союзе и, собственно, и дальше в России развивалась, но эта иллюзия очень быстро разбивается, как только реально пойдет применение этого оружия, собственно, в Сирии же было продемонстрировано, когда пронесли куклу прав, там, российские и танки и так далее без единой жертвы со стороны американских сил, самолет, это интернет полно такой информации. Я думаю, отрезвление наступит очень быстро, как только это произойдет, как это в достаточной мере оружие поступит современное и будут разбивать таким образом воинские подразделения, наступит отрезвление, и после этого вот тот ор, который говорят вождь, вождь ты крутой, как известно, в диких племенах, как только Акела промахивается, звучит в обратную сторону, ты слабак, нам нужен другой вождь. Вот, я думаю, что это произойдет, другой вопрос, что будет с Россией дальше и какое решение примет западное сообщество. Я думаю, что американцы и англичане особенности, англичане просто риторика у них более открытая, в отличие от Америки, я думаю, что слова Байдена, которые он произнес в Варшаве, когда он сказал, что Путин не может больше руководить страной, и тогда пресс-служба Песков среагировала, ну и все начали говорить, что типа принят решение о ликвидации и тому подобное, речь не идет о ликвидации Путина, речь должна быть идти о ликвидации режима. Я уверен, что американцы это внутри давно приняли. Другой вопрос, как быстро они готовы это реализовывать, а именно режим и система, это на самом деле не Путина система, это же авторитарная система, вы правы, да, и режим, и Путин, ну это система как режим. Так вот, на самом деле я уверен, что, ну представьте себе, что до последнего момента западный мир интегрировал этих людей, бандитов, мафиози в свой мир, они покупали яхты, они знали, что эти яхты украдены, деньги украдены, что, ну представьте себе, это то же самое, что если совершает на территории Америки преступления, и судебная система закрывала бы на это глаза. Вот, собственно, я считаю, что западные страны вскормили Путина, они закрывали не только на Путин, но вообще на все авторитарные системы, они знали, что эти деньги нажиты преступным путем. Преступным не просто украли, это кровь людей, это жертвы, это смерти, это целая система, когда людей крадут деньги. Это и через медицину, через данные происшествия и все прочее. На самом деле это совершается преступление против человека в авторитарных системах. И они пытались этих людей с бандитским прошлым, мышлением, интегрировать западные сообщества, надеясь, что они перестроятся. Они не перестраиваются, более того, они вооружились и машут этой ядерной дубинкой теперь тем, кто фактически им позволял все это время расти, встраиваться в западную систему, получать западные технологии, оснащать электроникой эти ракеты, те же самые ядерные. И теперь мир на самом деле, цивилизованный мир, который жил в этой парадигме, с удивлением понял, что мы в один день можем вообще проснуться в разрушенной стране, когда этот безумец нажмет на кнопку красную и пригонит им ядерную ракету. Теперь уже ситуация другая, я считаю. Теперь переосмысление происходит. Теперь ситуация такова, что это стоит вопрос не поражения, в этой локальной войне. И Украина не должна воспринимать себя, что она локально победит в этой войне, как один из их обозревателей Арисович сказал, что еще 30 лет будет война дальше. А зачем эту войну и вообще риски развивать? Это западный мир себе должен такие вопросы поставить, я уверен, что поставил. Эта система должна быть уничтожена. А как она должна быть уничтожена? Россия должна быть разоружена так же, как Германия и Япония. Та самая геностификация должна пройти в России, потому что, когда вы говорите, что основная масса улюкает, говорит, мочи, это как раз говорит о том, что у них, к сожалению, тот имперский вирус, который был у англичан и у французов, и они выздоровели, что этот вирус живет у россиян, они должны излечиться. И лучший способ для самих россиян пойти по пути Японии и Германии, построить здоровую государство, и они от этого будут только выигрышны, и государство будет сильнее, и не развалится на разные кусочки. Итог этой войны я вижу так. В течение какого-то короткого обозримого периода от 6 месяцев до 12 месяцев Россия проиграет эту войну, именно как Россия, уже не как Путин, потому что Россия такая, какая она есть, потому что большинство поддерживает Путина. Когда эту войну проиграет, если здоровые силы внутри не консолидируются и не направят на путь именно оздоровления, разоружиться, строить просто нормальную, сильную экономику, строить нормальную цивилизацию, Россия ждет развал. Вот как Советский Союз поделился на 15 частей, следующий этап будет делиться Россия. Я лично, мне это лично не очень нравится, потому что любые развалы всегда это дестабилизация, какие-то местные локальные войны. И поэтому это выбор за самими россиянами. Если сейчас война, вот именно в этом смысле Украина будет проиграна, следующий этап неизбежно наступит, я убежден, потому что Запад не позволит, чтобы безумец в один день мог нажать на кнопку, пока не строит цивилизацию, летает на Марс и так далее. Они не позволят. Я после слов Бадин осознал, что следующий этап это будет полный разгром этой системы. Он неизбежен. Спасибо вам большое, Мухтар Кабулович, за эту интересную беседу. Я напоминаю, что на прямой связи со мной был человек, которого называют лидером казахской оппозиции Мухтар Аблязов. Ну и на этом на сегодня все. Спасибо за то, что вы остаетесь нашими верными зрителями. Слава Украине! Смотрите Сотник ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok